Приветствую, и сегодня мы поговорим про вновь упавший рейтинг Владимира Путина. Рейтинг доверия 31,7%. Это самый низкий показатель с момента начала проведения опросов центром. Это динамика доверия Путину за последний год. Падение с 47 до 31%, с тремя резкими скачками вниз. Первое, это, конечно же, пенсионная реформа. Второе, повышение НДС после Нового года. И третье, это события, которые сейчас происходят в регионах. Екатеринбург, Ингушетия, Архангельск. Но так не может продолжаться бесконечно. Так не может продолжаться вечно, потому что падение рейтингов, это отражение реальных изменений в настроении общества. Свежий пример, это принудительные праймерис Единой России в Томской области. Вообще, праймерис, проходящий в добровольно-принудительном порядке, это обычное дело. Но в этот раз реакция учителей совсем другая. Вот что сказала местная учительница журналистам. Это обычная практика, но в этот раз вызывает особенное возмущение. Ведь все видят, что происходит в обществе. Не надо бы уже давить на людей по этому поводу. Если раньше люди относились к этому спокойно, то сейчас уже надоело. Учительница пожелала остаться анонимной. Что, в общем-то, неудивительно в нашей стране, где свобода бьет просто через край. Ее легко могут наказать за собственное мнение. Хотя, в общем-то, ничего незаконного в том, чтобы не поучаствовать в праймерис Единой России, конечно же, нет. Вы что, с ума сошли, что ли? Многие задают вопрос. А как же так получилось, что рейтинг доверия 31,7%, а рейтинг одобрения деятельности президента 65,8%? И все это соседствует в одном опросе. Во-первых, когда спрашивают про рейтинг доверия, человека просят самого назвать имя того, кому они доверяют. И Путина назвали в полтора раза реже, чем год назад. А вот когда речь идет про одобрение деятельности президента, то спрашивается про государственный институт, а не про личность. И в этом очень большая разница. И еще важный момент, что опрос проводится по телефону. Вам звонит незнакомый человек и спрашивает, одобряете ли вы деятельность президента. Многие люди настолько зашуганы, что они боятся сказать нет и говорят да, лишь бы от них отстали. А вот вряд ли есть те, кто говорят нет, хотя на самом деле думают, что да. Это да! Это да! Ну и еще, конечно же, работа пропаганды. Путина всегда стараются выводить из-под удара, и если речь идет о какой-то неудобной теме, то просто сваливают ответственность на кого-нибудь другого. Так Путин прокомментировал ситуацию в Екатеринбурге. Об этом как бы услышал и то мельком только вчера. Немножко даже удивился, я не понял, что там происходит. Это ваша так чисто региональная история. А вот когда речь идет о достижениях, о ракетах, вот тут он все знает и умеет хорошо считать. Я обратился к нашим партнерам, когда сказал, что считать-то вы умеете. Считать-то они умеют, пусть посчитают. Вот вы посчитаете, 9 махов, тысяча с лишним километров. А мы им говорим, ребята, а вы посчитаете. Считать умеете? Посчитайте. Я им не уведу, пусть посчитают. Считать-то умеют, как я сказал. Ну пусть считают. Вот посчитайте, тысяча километров, 9 махов. Как быстро, за сколько минут? Пусть считают. Так вы посчитайте. Я же сказал, считать-то умеете. 9 махов, столько-то километров. А вот речь идет о мусорном полигоне в Архангельской области. Опять, незнание деталей и спихивание ответственности на нижние чины. В любом случае, все вот, наверняка, кстати, Москва тоже собирается платить за это в Архангельской области. Я, честно говоря, детали не знаю, но это почти на 100%. Но если, да, в любом случае, эти вопросы должны решаться таким образом, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям, которые там в данном случае живут. Если что вывозить, так вывозить, наверное, в такое место. Причем, это, кстати говоря, достаточно временное решение, потому что это должно все происходить до строительства соответствующих сооружений по утилизации твердых бытовых отходов. Зато патриарх Кирилл заявил, что РПЦ строит по три храма в день. Так что мы производим мусор, храмы и ракеты. Правда, ракеты под большим вопросом, ведь они существуют только в компьютерной графике. В реальности нам их не показали, а графика еще и украдена с американского сайта. Так что получается мусор и храмы. Такие вот дела, друзья. Подписывайтесь на канал. Всем вам большое спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин